В эфире итоговая информационная программа «Неделя города» в студии Алена Куклева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этой прошедшей недели. Бездорожье и повсюду грязь. В городе наступила весна. Как рязанская пенсионерка потратила шестилетнюю норму воды за месяц? Яма на улице Братиславской становится ловушкой для нескольких десятков автомобилей за день. Весна, как и всегда, наступила неожиданно. Город задыхается под тоннами грязи. Жители перепрыгивают лужи на перекрестках, а лихие автомобилисты входят в повороты с брызгами. Наш корреспондент отправился в центр Рязани, чтобы найти чистое местечко. Весеннее тепло согревает улицы, а городские власти уже выращивают саженцы и рассаду. Они утвердили план благоустройства центральных улиц. Совсем скоро гостей и горожан будут радовать 420 тысяч цветов. Дополнительно высадят более 500 деревьев и около полутора тысяч кустарников. Городские власти планируют сделать заделы на следующие года. Для этого на клумбах появится более трех тысяч растений, в том числе многолетних. Благоухающие зоны будут в районе площадей Театральной, Циолковского, Соборной, Свободы, по Московскому шоссе, парке на улице Ленина и других. На разделительных полосах улиц Новоселов и Черновицкой будет проведено озеленение пестролистными и цветущими кустарниками. Помимо классических клумб, в этом году в Рязани появятся еврогрядки, овощные композиции, эко- и ахтекарские клумбы. Дизайн и состав удивительных новинок пока неизвестен, но с приходом тепла каждый из нас сможет увидеть их своими глазами. Однако до чудес еще нужно добраться. Жителям Московского шоссе сделать это не так просто. Эта дорога – единственная артерия, которая соединяет большой город и несколько жилых домов. Каждый день люди ездят на работу и обратно, не имея возможности сменить маршрут. Местные автомобилисты знают каждый уголок этой ямы. Они засыпали ее щебенкой, чтобы хоть немного выровнять дно. Но эти 20 метров бездорожья все равно кажутся пыткой. Ведь глубина лужи достигает полуметра, а машины по капоту ходят под воду. Новый дом построен. Около него сделали благоустройство. Приезжал все наше рязанское правительство, детскую площадку. Смотрели, все хорошо. А этот участок остался бесхозным. В 2015 году администрация города нам прислали письмо, что да, действительно, у нас дороги не соответствуют ГОСТу. И пообещали нам сделать все ямы эти, заделать и асфальт положить. Но сроки они не назвали и слова, данные пенсионерам, не сдержали. Инициативная группа хотела вновь жаловаться еще три месяца назад. Но ранняя зима спасла их положение. Утрамбованный снег сделал то, что не смогли городские власти. Однако с наступлением тепла проблема возникла с новой силой. Вечером к нам приехала скорая помощь. И они, значит, так нам сказали, мы передадим по этому селекту, чтобы к вам не ездить, не будем ездить, так как у вас плохие дороги. К вам невозможно ехать. Мы, говорит, здесь все подвески оставим. Более 400 человек, среди которых дети, старики, инвалиды, оказались отрезанными от цивилизации. А ведь если кому-то из них станет плохо, то счет пойдет на секунды. Мы надеемся, что новый губернатор сделает то, что только обещал выполнить предыдущий. Рязанские трассы не выдерживают испытания ранней весной. Ямы на дорогах представляют немалую опасность для участников дорожного движения. Традиционно с началом оттепели вместе с тающим снегом тает и асфальт. В любом районе города можно оставить в яме как колеса, так и нервы и время. С наступлением оттепелем дорожную обстановку все чаще обсуждают пользователи соцсетей. Рязанцы выкладывают видео и фото, пишут гневные комментарии. Абсолютный лидер на рязанской карте убитых дорог – эта улица Большая. Чуть ли не каждый день здесь убивают свою подвеску сотни автомобилей рязанцев. Проявлять мастерство вождения, лавируя между ямами на Большой, приходится постоянно. Не повезло тем, чей путь на работу пролегает именно через этот дорожный участок. Еще вчера ямы были не полностью скрыты под водой, и у автомобилистов была возможность их объехать. Сегодня такой возможности нет, и водители берут ухабы штурмом, рискуя подвеской своих авто. Если повернуть с этой улицы во двор, то картина становится еще печальнее. Здесь, возле дома 54, корпус 1, ямы уже давно. Они не свежие, и о том, насколько они глубокие, видно с любого ракурса. В сети также появилось видео, которое сняли на рязанской трассе М5. Вот такие дороги в области. Налоги через приставов собирают транспортные, а дороги не делают, сказал водитель. Стоит отметить, что за последние дни в интернете появилось много подобных видеозаписей. Пользователи замечают, что асфальт в Рязанской области, как и обычно, растаял вместе со снегом. Тем не менее, дорожные рабочие, несмотря ни на какие погодные условия, продолжают засыпать ямы и в дождь, и в снег. Такие фото тоже появились в интернете. Но, несмотря на плачевность всей ситуации, рязанцы надеются, что с приходом нового губернатора, дороги города и области все же станут ровнее и качественнее. Николай Викторович, пожалуйста, займитесь этим делом. Дороги нам нужны хорошие, налоги платим, правда? Да, ну и дороги должны быть. По городу, по центру еще жить можно, а шаг влево, шаг вправо, все, дорог нет. Николай Викторович, помогите нам, сделайте нам хорошие дороги. Ну, дороги сильно убитые, что там говорить. Так что вот я вот позавчера диск погнул, вот передние, две тысячи выкинул. Будем надеяться, что приход нового губернатора, у нас появятся новые дороги, надежды есть. Пожалуйста, сделайте ради бога дороги, это же невозможно. Около нашего дома это убийство, убийство. Это, я не знаю, по советской армии. Дом 3, корпус 1. Как туда идти, поднимешься наверх. Это ужас, что есть. Где толка нет, где не убиты. Николай Викторович, сделайте дороги, пожалуйста. Ну, вот шлаковый район очень убит. Потом где? Ну, тут, в принципе, везде убитые. Единицы сделаны. Николай Викторович, помогите нам, пожалуйста, сделать новые дороги. Мне кажется, в Дашках. Очень плохие. Конечно, там центральные заасфальтировали, ну, а такие в дворах все убито. Ну, будем надеяться на лучшее. Я просто езжу давно уже, как бы, 20 с лишним лет, поэтому я могу сказать, что как бы от того, что что-то во власти меняется, на дорогах ничего не меняется. Ну, пожалуйста, много. На шлачке, мы очень. На шлачке вообще разбитая вся дорога, невозможно ездить. Николай Викторович, давайте лучше сделаем дороги в городе Рязани. Где самая большая? А на, как вот, на дороге «Премьер» и «Барс» вот ехать невозможно. Вот серьезно. Сошел снег, и подвеска полетела. Николай Викторович, сделайте, пожалуйста, дороги. Николай Викторович, нужно, чтобы дороги были лучше. Так одна из ям стала ловушкой для нескольких десятков автомобилей. Выбоина образовалась на проезжей части улицы Братиславской. Ее глубину прикрывает огромные лужи, и водители попросту не успевают вовремя среагировать. Валерий Седов побывал на месте аварии, а также спросил автоюриста о том, что делать тем, кто теряет колеса, а также нервы и деньги на печально известных рязанских дорогах. На дорогах нашего города достаточно ям. Но именно здесь, на улице Братиславской, располагается та, которая изменила планы на вечер как минимум у десяти автолюбителей. Она почти 12 сантиметров в глубину, а длина и ширина ее поражают воображение даже бывалых водителей. Наряды ДПС стали частыми гостями на этой улице. По словам очевидцев, яма образовалась здесь совсем недавно, но каждый день она вредит большому количеству автомобилей. Благо, рядом находится автосервис, в который тут же могут обратиться автолюбители, которые не повезло попасть в такую ситуацию. Я попала в яму, пробила колесо, у меня образовалось две прорези боковые, и мне сказали, что колесо восстановлению не подлежит. То есть сегодня я лишилась одного колеса на своем автомобиле. Ремонтник уже что-то делал с ее колесом, потом мы попросили это же самое сделать с моим колесом. Доехав до автоцентра, мне сказали, что мое колесо не подлежит восстановлению. Я ехал со своей работы на тренировку и не доехал, потому что я объезжал ямы, но, видимо, объехал не все, потерял два колеса, скорее всего, сильно поцарапал диски. Два колеса, у обоих боковой порез, восстановление, я думаю, не подлежит уже. Яму каждый день пытаются выделить на однотипной серой дороге. Ее накрывают пробитой покрышкой, ставят знаки аварийной остановки и прибегают к другим методам. Но на следующий день отметка пропадает, и все новые автолюбители попадают в эту дорожную ловушку. К сожалению, не все водители знают, что следует делать в подобных ситуациях. С наступлением весеннего периода резко обостряются обращения граждан в связи с причинением ущерба в результате попадания в выбоину в дорожном полотне. В случае попадания в выбоину, если гражданин хочет компенсировать ущерб, ему необходимо обратиться в органы полиции. То есть вызвать сотрудников ГИБДД для фиксации факта дорожно-транспортного происшествия. По приезду сотрудники полиции составляют схему дорожно-транспортного происшествия. Рекомендую настоять гражданину, чтобы сотрудник полиции зарисовал размеры выбоины дорожного полотна в схему. В России существует ГОСТ по допустимым размерам выбоин. В случае обнаружения сотрудниками полиции несоответствий данному стандарту составляется акт выявленных недостатков. Также юрист рекомендует осмотреть все повреждения автомобиля. Чаще всего это диски, бампер, шины. После получения юристами справки о ДТП проводится независимая экспертиза по расчету стоимости ремонта. Но возможны также и повреждения механизмов подвески рулевого управления. Достаточно дорогостоящие элементы. В таких случаях необходимо обратиться в специализированные сервисы для диагностики этих поломок. Дальше составляется исковое заявление и гражданин обращается в суд за возмещением ущерба. Вообще о дорожном покрытии должны заботиться дорожные службы и администрация города. В противном случае на этом месте так и будут происходить по несколько ДТП в день. Администрация города обратила внимание на дороги. И я считаю, что раз мы платим налоги и готовы делиться своей волей, то пусть нам идут навстречу. Потому что как иначе. Мое пожелание к новому губернатору – обратить внимание на дороги. Неудачливые водители и просто небезразличные люди по-прежнему стараются обозначить проклятую яму. Но как долго им придется это делать, пока неизвестно. Обманутые дольщики в Рязани ждут ответа от региональной прокуратуры и полиции. Они пожаловались на застройщика, который заморозил строительство многоэтажного дома. Представители компании говорят, что сроки сдачи пришлось сдвинуть из-за нехватки денег. А банк, в свою очередь, требует отчета об уже потраченных средствах и отказывается продлевать кредитную линию. К сожалению, случаев с недостроенным жильем в Рязани становится все больше. Люди лишаются и своих денег, и еще не построенной жилплощади. Совсем недавно проходил митинг обманутых дольщиков, которые хотели восстановить справедливость. И их желание наказать организацию, которая взяла деньги и не построила жилье, абсолютно понятно. Но длинный и тернистый путь с требованием компенсации морального вреда, выплат неустойки штрафов неверный. Хоть и законный. Как правило, у таких компаний уставной капитал часто не превышает 10 тысяч рублей. А зарегистрированные они могут быть вообще в другом регионе. А после суда у дольщиков не остается ничего, кроме листа бумаги с вынесенным вердиктом, по которому ничего невозможно получить. Есть другой путь. Закон о регистрации сделок с недвижимостью предусматривает в том числе регистрацию объектов незавершенного строительства. И можно попытаться в судебном порядке зарегистрировать право на объект незавершенного строительства. Ну, не юридическим языком объясняет, чтобы ваши квартиры недостроенные не расплатились в качестве долгов перед пенсионной системой, налоговой, фондом социального страхования, банкирами, которые давали деньги. Согласно закону об исполнительном производстве, если начнется банкротство строительной организации, то именно квартирами дольщиков в первую очередь будут погашать долги. Поэтому самое лучшее решение в такой ситуации – это регистрация объекта незавершенного строительства. Норма для жильцов без счетчика на воду установлена одна и та же по всей стране. В целом на одного человека государство выделяет 11,5 кубометров воды. Давно известно, что жильцы, которые пользуются услугами водоснабжения без счетчика, переплачивают по сумме на квитанции почти в два раза. Об этом знает рязанская пенсионерка. Но после замены счетчика цифры в ее квитанциях стали запредельными, продолжит мой коллега Валерий Седов. Прекрасный июльский день не предвещал беды. Две сотрудницы ВД-канала поставили новый счетчик пенсионерке Нине Сергеевне. Но бабушка подписала акт с переписанными значениями не глядя, что и стало ее роковой ошибкой. Просила, я говорю, а вот старый договор куда? Сказали выбросить. Ну и, значит, ушли они. Я думаю, счетчик старый лежит. Я думаю, куда он нужен? Ну, учет поставлен новый. Это все списано, все записано. Думала, ну, в общем, короче, выбросила. Последние показания старого счетчика по квитанциям – 139. Они мне приписали 539. 400 кубов мне приписали. Большое количество лишней воды было замечено не сразу. Пенсионерка так и продолжала платить по показаниям нового счетчика. Вскоре ей указали на огромный долг, который так и не был выплачен за эти 400 кубометров. Нина Сергеевна тут же пересмотрела все свои документы в поисках ошибки и обнаружила ее именно в акте, который был подписан вслепую. Я еще обнаружила, прямо не в первом месте. Пошла в этот водоканал опять. Написала им заявление, чтобы они разобрались. Ответа никакого долга не было. Ждала, ждала. Пошла в прокуратуру. Там подала заявление. Там тоже долго ждала. Ну, потом, значит, решила еще раз сходить в водоканал. Через некоторое время пенсионерки ответили, что она своей рукой подписала документы об установке нового оборудования. А значит, никаких претензий к их организации быть не может. Свою вину в том, что не глядя подписала акт об установке счетчиков, Нина Сергеевна не отрицает. Но хочет все же по-честному разобраться в сложившейся ситуации, в которой виновата не только невнимательность пожилого человека, но и, возможно, халатное отношение сотрудников водоканала к своей работе. Мы решили узнать, сколько же занимает этот объем воды, который пенсионерка потратила менее, чем за месяц. 400 кубометров – это 40 тысяч ведер воды, 20 тысяч кулеров с водой, 1600 бочек, 133 пожарные машины или 26 водонапорных башен. Вопрос, как пенсионерка смогла потратить такое количество воды, остается открытым. Но это не единственный сюрприз, который ожидал несчастную пенсионерку в тот месяц. Я, когда заплатилась квартиру, квинтанции за декабрь, увидела, что у меня прописан 5 человек. Я сразу же на другой день пошла в паспортный стол. Мне паспортистка призналась, что у меня прописано, помимо моих сыновей, вместо трех человек – пятеро. Сотрудница паспортного стола предположила, что это, вероятнее всего, ошибка КВЦ. Эту же версию выдвинул участковый. Через некоторое время КВЦ свою ошибку признал, и неизвестные граждане вскоре будут выписаны из квартиры. Совпадение это или нет, мы не знаем. Но внимательность к деталям может избавить вас и ваших близких от проблем, впустую потраченного времени и нервов. Рязанцев поят молоком, разрушающим кости. В образцах Росконтроль обнаружил значительное превышение фосфатов. В пищу мы употребляем не только местное молоко, но и федеральных производителей. Очередная проверка молочной продукции федеральных брендов показала устрашающие результаты. Пожалуй, ничто не вызывает столько нареканий, как молочные продукты. Вопрос – сколько же в таком полезном напитке может содержаться вредных веществ? Самое первое, что стоит узнать – это количество растительных жиров, которые содержат молочка. Редакция «Комсомольской правды» решила дать ответ на данный вопрос путем проведения собственной экспертизы. Чаще эксперты выявляют эти нарушения при проверке сливочного масла и сыра. Но в молоке их также нашли. Наши экспертизы мы проводили так. Мы закупали несколько образцов, обычно около 4-5 образцов продукции рязанских производителей. Затем мы пломбировали. Ставили пломбы, печать, отвозили в лабораторию. Сотрудничали со старейшей аккредитованной на проведение подобных экспертиз лабораторий на Рязанской области. И затем мы уже смотрели протоколы исследований, изучали жирно-кислотный состав молока, молочных продуктов. Но помимо безвредных, на первый взгляд, растительных жиров, в молоке могут содержаться и более опасные вещества – фосфаты. В целом фосфаты, как солестабилизаторы, могут присутствовать в молоке, но не более 1 грамма на литр. Кальций, в общем-то, чаще всего из-за которого люди покупают молоко, используя его как источник кальция, может усваиваться в нашем организме лишь в определенном соотношении с фосфором, один к одному. Поэтому, если молоко содержит фосфат, и таким образом увеличивается соотношение, меняется соотношение фосфора и кальция в пользу фосфора, и кальций, наоборот, перестает всасываться. То есть молочный продукт перестает быть источником кальция, а наоборот, из-за того, что меняется соотношение, в общем-то, это все приведет к тому, что кальция будет вымываться из ваших костей. Исследование молока на содержание фосфатов проводили московские коллеги «Комсомольской правды». И с результатами их проверки Рязанцев ознакомил один из последних выпусков газеты. Все шесть образцов, которые брали для экспертизы, оказались с превышением допустимой нормы фосфатов. В некоторых образцах даже была превышена норма почти в два раза. По итогам проверки выяснилось, что абсолютно во всех проверенных образцах были обнаружены фосфаты, не указанные в маркировке. Кроме того, их дозировка превышала допустимый уровень. А при избытке фосфора кальций вымывается из костей, что в свою очередь увеличивает риск переломов. Поэтому привычное с детства выражение «пейте молоко, будете здоровы» в настоящее время звучит очень спорно. Ну а не навредит молоко тем, кто решил соблюдать пост. На этой неделе для всех православных начался самый длительный и самый главный пост года – Великий. Он готовит верующих к встрече Пасхи. Полный пост в течение всех семи недель настроен и соблюдает только 2% россиян. Такие данные исследования приводит Левада-центр. Опрос также рассказывает о том, что три четверти россиян не планируют менять свой обычный режим питания во время Великого поста. Великий пост в этом году начался 27 февраля. Именно он считается одним из важнейших для соблюдения, ведь его цель – подготовить человека к празднованию Пасхи – самого главного христианского праздника. Пост следует древнему писанию, где Иисус путешествовал в пустыне 40 дней. И этот путь очищения теперь вслед за Господом повторяют верующие. Все это время человеку следует отказывать себе в еде, молиться и каяться, ходить в церковь и прославлять Иисуса Христа. Важнее всего избавить дух от дурных помыслов. Все посты, которые на протяжении всего года церковь, как любящая мать, предлагает каждому из нас, является как раз тем временем по подготовке человека к встрече с Богом. И Великий пост, Святая Чередесятница является особым временем, особым постом. Длительность Великого поста вместе со Страстной Седмицей – 48 дней. Пост или говение – это отказ от дурных мыслей, вредных привычек и увеселений. Кроме того, рекомендуется воздерживаться от определенной пищи. В этом отношении Великий пост – один из самых строгих. Существует даже календарь, в какой день какую именно пищу возможно употреблять. Такой строгости придерживаются далеко не все. Некоторые отказывают себе только в пище животного происхождения. Лишиться тех повседневных житейских радостей, повседневной еды. Но все это делается только ради одной цели – измениться в лучшую сторону, измениться для встречи с Богом. Между тем, пока православный мир второй день соблюдает пост, а широкая масленица осталась позади, вместе с главным традиционным угощением, в мире празднуют Международный день блина. Начало празднования уходит корнями в Англию, пятивековой давности. Легенда гласит, что как-то во время Великого поста одна из горожанок тайком жарила блинчики у себя в кухне. Внезапно раздался колокольный звон. Бедная хозяйка так перепугалась, что забыв обо всем на свете, помчалась в церковь прямо со сковородкой в руках и скворчащими на ней блинчиками. Это было в 1445 году. И с тех пор горожане устраивают ежегодный забег с блинами. Женщины непременно в платьях и фартуках должны пробежать определенную дистанцию, подбрасывая блин на сковороде. Довольно веселая традиция, не правда ли? Кстати, полностью соблюдать Великий пост согласно опросам готовы только 2% россиян. Еще 4% граждан планируют соблюдать пост в последнюю неделю. 18% готовы поститься частично, а 73% никак не поменяют свой рацион и образ жизни. 5% опрошенных затруднились ответить на вопрос. При этом во время масленичных гуляний 69% респондентов пекли блины, а 41% ходили в гости или принимали их у себя. Помочь пернатам. Под таким девизом в рязанских парках этой зимой разместили кормушки для птиц. Как взрослые, так и подрастающие поколения заботятся об экологии. Рязанцы активно подкармливают птиц, кормушки висят практически в каждом сквере и дворе. Пребывание пернатых в парках поможет сохранить экологическое равновесие в городской черте. Кормушка должна быть размещена в месте, которое птицы чаще всего посещают. Высота ее должна быть такой, чтобы любой желающий мог подкормить птиц. 2017 год объявлен в России годом экологии. Основной задачей его проведения является обеспечение экологической безопасности и сохранение уникальной природы нашей страны. В год экологии количество кормушек и скворечников в городском парке увеличилось в несколько раз. Они имеют самые разнообразные формы, от необычных до классических. Мы также решили смастерить одну из них и оставить здесь. На могучих деревьях в парке культуры и отдыха на протяжении многих лет можно видеть скворечники. В кормушках люди еженедельно обновляют корм, поэтому птицам всегда есть где питаться. Каждый год в парке проводят конкурс на самые красивые и расписные домики для птиц, где с большим удовольствием принимают участие дети и их родители. Победители получают призы, а все конкурсные скворечники и кормушки становятся украшением на деревьях. Многие посетители городского парка также самостоятельно занимаются и изготовлением, и обновлением этих маленьких жилищ. К кормушкам хорошо, скворечникам, но что-то они больно сделаны так. Очень по-детски. А вы сами делали? Повесил у себя в деревне. Вон их сколько висит. Молодцы дети. Положительно, но только они почти половина висят пустые. Ну это, конечно, положительно. Всегда смотрю, подправляю еду. Если где-то что-то нарушено, подсыпаю иногда, если так позволяет мне возможность взять что-то с собой. А как же, да. Сама я не вешала, не делала, но а так способствую. Хоть кормушек и скворечников становится все больше, мы всегда должны помнить, что заботиться о птицах и о многих других братьях наших меньших надо не только в год экологии. Давайте же вместе беречь природу. На этом у меня все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на сайте город62.тв Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова